Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Я не люблю хайпить, ну в названиях иногда, конечно, я называю хайповые названия роликов, но вообще вы не замечали за мной такого, что я там услышал новость, начал ее раздувать, такая некая говорящая голова, как телевизор, только на YouTube. Хотя новостей много и секрета нет никакого, просто кто занимается новостями, они берут эти новости, смотрят западные каналы, там все это быстрее появляется. Я, например, знал о санкциях против Huawei еще там за день-за два перед тем, как начали это обсуждать. Я уже знал, что торговая война между США и Китаем началась, но ролик снимать не стал, снимаю сейчас, в конце мая, когда все это уже произошло. Наверное, никому не стоит объяснять, что произошло. То есть Америка в лице президента Трампа, там я не политик, там в лице кто это конкретно, там парламент, там Трамп написал, это совершенно неважно, запретила, как я понимаю, простым языком использовать Китаю американские технологии. Единственное, я не понял, все или только именно технологии? Наверное, все-таки технологичные. Речь идет о том, что нельзя использовать сервисы Google и если на Gmail и на карты даже можно в принципе забить, это печально, но без Google Play Market, ну телефон в России, по крайней мере, это не телефон. То есть это все понимают. Поэтому, безусловно, что произошло? Я предсказал, кстати, сразу я писал ответ в тот же день, сказал, что тогда китайцам надо отказываться от американской продукции. Ну, если тебе пусть одну из компаний наказали и тут я не знаю, по правде пишут о том, что Huawei следила или нет. У меня нет этой информации, но то если на тебя напали, ну, выход один, защищаться, иначе на тебя нападут, тебя просто убьют, грубо говоря. Ну, как жизнь. На тебя напали, если, ну, тут либо убегать, прятаться, либо защищаться. Убегать прятаться некуда, на тебя напали, ты в своей стране, поэтому защищайся. Я говорил, что китайцы должны отказываться от американской продукции. Это происходит, уже идут новости о том, что действительно китайцы, китайские граждане, они вынуждают даже других отказываться от тех же айфонов, как проявление некого такого прям супер-супер-супер первый номер американский продукт приходит на ум технологичный. Конечно, продажи Huawei как бренда, скорее всего, просто уничтожатся, кроме Китая, скорее всего, везде. Это не то, что мое предсказание, но я думаю, никто не будет покупать эти телефоны ни Huawei, ни Honor, само собой. Ну, как? Если сейчас вот 93-месячный, а, 60 дней, 60-месячный еще такой вот отсрочка действует и Google говорит, что все телефоны, которые проданы сейчас и будут проданы в ближайшее время, будут поддерживаться именно обновлениями, как я понимаю, но что будет осенью, кто купит телефон даже за очень недорого, в котором не будет плей-маркета? Непонятно. Непонятно, кто, имею в виду. Никто не купит. Понятно, что купит другой телефон. Поэтому, кроме китайского и, возможно, близко к китайскому рынку, эти телефоны будут продаваться. Там есть свои собственные магазины, я знаю об этом прекрасно, свой собственный аналог всего. Аналог YouTube, аналог WhatsApp, аналог всего. Все это в Китае есть. Но, я думаю, через год уже, скорее всего, просто даже раньше, наверное, просто ни одного телефона нигде не останется с маркой Huawei в продаже, что, конечно, печально. Целый огромный жирный такой кусок рынка, они занимали второе место в мире. Первое Samsung по продажам смартфонов, второе Huawei, третье Apple. Сейчас исчезает с мирового рынка, и это, конечно, плохо. И, с другой стороны, про Huawei могу что сказать. Я был на разных презентациях, хожу ко всем. Самые скромные Xiaomi. Вот самые скромные. Приезжает заместитель правая рука Xiaomi, взял какой-то там убогий уж, извините, простенький. Сейчас очень модно взять какой-то убогий, бывший. Ну, он не убогий, бывший там, где стояли деревообрабатывающие станки или что-то еще. Переделывать в такое ублюдочное слово «лофт». Когда заходишь, там полы, вот как были, не знаю, в 71-м году положены, они до сих пор их оставили. Где потолок убогий, это касается всех, не только там Xiaomi. В таких местах модно проводить вот эти презентации. И Xiaomi в таких местах проводят. Huawei, они все в костюмах. Это самая дико богатая, самая кичащая своими деньгами компания. Я не был в Apple, не знаю, как Apple, но Huawei всегда приезжали в костюмах. Последний этаж башни конфедерации, самое, наверное, дорогое, какое можно придумать место в Москве, они снимали. То есть, некий пафос в компании был. И я думаю, именно Huawei и затронули, я не знаю, повторюсь, у меня нет никакой информации, следили они, не следили, что они там делают. Но то, что ведут они себя вызывающе, ввели, это факт. В отличие от того же Xiaomi и от кого еще. Даже Samsung и то менее зрелищные, менее такие масштабные презентации, чем Huawei устраивает. И мне кажется, все это идет от руководства. Вот это такое, ходить в костюмах, собираться кучами, проводить там самые крутые презентации, делать супер агрессивные рекламы. Ну, хотя это не все так делают. Но вообще, Huawei всегда был самой пафосной, самой грандиозной презентацией. Самые грандиозные, самые дорогие места Москвы. Все самое-самое. И я думаю, они просто не нашли общий язык США, скорее всего. Вряд ли там Трамп встречался с кем-то из Huawei, но Huawei это сильная компания, которая не нужно забывать о том, что кроме телефонов это еще и телекоммуникационный бизнес, где миллиардные прибыли. И, возможно, даже телефоны это не самый большой удар по Huawei по сравнению с другим их бизнесом. Не знаю. Но мне, как обычному человеку, как и вам, конечно, грустно суть всего, что было, грубо говоря, три лидера, тройка таких лидеров, которые больше всего телефонов продают в мире. Сейчас остаются два. Потому что я желаю Huawei, конечно, создать свою операционную систему, но, опять же, мы все понимаем, только один шанс будет. Второго шанса не будет. Если они в чем-то облажаются, представят ее, она будет либо туповатая, либо она будет какая-то слишком сложная. Либо, не дай бог, будет подвисать что-то, как вот... Ну, это все. Второго шанса рынокам не даст. И особенно печально, ладно, что микроиздишки отменили у них, запретили, так еще вот Kirin, оказывается, еще в Великобритании принадлежат права на что-то там. Это вообще ужасно. Потому что Kirin процессор 970 был совершенно не игровой, хотя его активно рекламировали, говорили, что это игровой процессор, бред полный. Все знающие люди понимают, 970 дно. Тянул плохо игрушки и не такой быстрый был. 980 это реально крутой процессор, конкурент 845 дракону. Жалко, что Huawei и его, как я понимаю, использовать не может. Вот это по-настоящему фигово. Поживем увидим, но грустно все это. Грустно. С другой стороны, как называется слово война, пусть лучше такие войны будут, чем как были, например, там вот 60 лет назад, грубо говоря. Да и в недалеком прошлом. Поэтому пусть лучше войны будут цифровые. Переживем. На этом у меня все. Счастливо. Поехали. 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 Продолжение следует...